Пирамида из арбузов, трактор и подрыв Крымского моста так поздравили Путина с 70-летием. Дабы не привлекать внимание к изоляции Путина мировыми лидерами, приближенные к Кремлю поспешили сообщить, праздника не будет. В связи с этим масштабных мероприятий не запланировано в российских городах. На фоне санкций и войны деньги и так убывают из местных бюджетов. Источник из Кремля для издания «Медуза». Но оригинальные поздравления так и пестрили в сети. Министр обороны Чехии Яна Чернахова одела футболку, так сказать, с наилучшими пожеланиями. Я благодарю друзей из коллекции «Гифа Путин» за подарок для меня. Когда еще я должна одеть их в футболку, как не 7 октября? И выразить свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи? Скоро мы победим! Яна Чернахова, министр обороны Чехии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушуаскас рассказал, как литовцы собирают деньги на фейерверки для Путина. Сегодня Путину по случаю дня рождения подарили новый столик и бинокль для общения с посетителями. Литовцы собирают деньги на какие-то фейерверки. Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы. Но нашлись и те, кто выразил свое почтение нерукопожатному. Здоровья пожелал лидер Никарагуа Артега. Из Северной Кореи передал поздравления Ким Чен Ин. ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Из первых дозвонившихся были и главные марионетки Кремля Кадыров, Пушилин и Ежесними. В Грозном масштабно отмечают 70-летие нашего дорогого и любимого верховного главнокомандующего, общенационального лидера Владимира Путина. На территории Грозненского ипподрома имени Саид Хусейна Закаева состоялись захватывающие скачки, посвященные дню рождения президенту России. Рамзан Кадыров, президент Чечни. А вот заслужил ли Пригожин своим военным усердием сидеть за праздничным столом, а не по привычке его накрывать, кремлевская пресса молчит. Молиться два дня за здравие Путина попросил всех россиян, патриарх РПЦ Кирилл. Лично поздравить агрессора в северную столицу РФ приехали лидер Казахстана Такаев, президент Узбекистана Мерзиев, лидер Таджикистана Рахмон, премьер-министр Армении Пашинян и батька Лукашенко с трактором в подарок. Трактор, такой, на котором я работаю, белорус, наилучшие ручной сборки. Будем сеять хлеб, вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам. Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси. Но лучший подарок Путину подготовил Нобелевский комитет. Премия мира обществу «Мемориал», которое было разгромлено ровно потому, что его взгляд на историю не совпадал со взглядом лидера Кремля. Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. В течение многих лет они подвергали право на критику власти и защищали фундаментальные права граждан. Они приложили невероятное усилие для фиксации военных преступлений. В свою очередь западные СМИ не поскупились пожеланиями. Американское издание «Ньюзвик» пишет, что это будет для Путина самый худший день рождения. Путинский режим начал давать трещины из-за военных провалов вооруженных сил Российской Федерации, которые объясняются успешным контрнаступлением украинской армии. Британское издание «Жемиро» идет дальше и цинично предрекают Путину последние месяцы правления. Около 35 раз консультировался с онкологами и даже принимал ванны, наполненные кровью из рогов молодых оленей. Телеканал «Скай Ньюз» не забыл напомнить о черных пятнах в карьере Путина. Война в Чечне, трагедия с атомной подлодкой «Курск», захват заложника во время мюзикла «Норд-Ост», теракт в Беслане, вторжение в Грузию, оккупация Крыма, война на Донбассе, интервенция в Сирию, а также полномасштабное вторжение в Украину. А издание «The Washington Post» к 70-летию Путина называет главного его преемника. Приемник, который возложит на Путина вину за войну, должен быть приемлемым для элиты центристам, который мог бы положить конец вооруженному конфликту и навести мосты с Западом. В этом контексте фигурирует Сергей Собянин. Перспектива того, что российская элита выступит против Путина, кажется отдаленной. Но у России есть история беспорядочной смены режима в 1917 и 1991 году. Но вишенкой на торте или главной свечкой была таки новость про подрыв самого защищенного моста в РФ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...